Согласно представленному проекту, правительство также предлагает пролить и заморозку накопительной части пенсии еще на год, то есть до конца 2024 года. Хочу напомнить, что изначально заморозка накопительной части пенсии все-таки была введена как временная мера, мы помним, что это широко обсуждалось. Действует она, как вы, конечно, помните, из 2014 года. Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудника в пенсионный фонд, они также направляются в страховую часть. Но мы должны выразить позицию, что наша фракция, фракция «Новые люди» не может поддержать бесконечное увеличение сроков этого моратория. Все-таки люди заслужили, чтобы получить свои замороженные накопления, которые должны быть проиндексированы. И хочется просто спросить, есть ли какие-то меры, которые бы решили эту проблему, и как помочь людям все-таки получить свои замороженные накопления, которые все-таки они ждут с 2014 года? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Насколько я понимаю, Минфин представлял вам законопроект о продлении на 2024 год, где он отвечал на эти вопросы. Что касается нас, если есть вопросы по деньгам, находящиеся во внешне эконом-банке, которые являются государственной управляющей компанией, то по той части накопительной, которая обслуживается там, мы готовы сделать справки. В дальнейшем, наверное, я с вами соглашусь, что поскольку это мера временная, каждый год вам придется этот вопрос рассматривать. Но если вас не затруднит, мы бы хотели тогда фамилии людей взять, если у них есть вопрос по государственной управляющей компании. Спасибо. 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 Спасибо.